Вот обетерный перерыв Я прошел парк Потому что надо мне к пол второму в одном Короче говоря, надо в контору одну дойти Решать важнейший вопрос Хотя, честно говоря, ребята Это важнейшие вопросы мне надоели Я сегодня созванивался с двумя своими друзьями Оба Дмитрия Ну, одного вы помните, который приезжал в Ангару На мотоцикле и залаге, да? А второй Дмитрий, который побеждал в марафоне В Анталийском марафоне, короче Вот, победителем был На 40 километров, что ли, молодец Парень спортсмен, активный Мое удивление было то, что Первый Дмитрий из Алании Квартир свой оставился к друзьям Вот, забрал дочь Жену и уже живет в Китае Открыл там свою фирму Работает, все у него хорошо Без всяких проблем Дочка учится в школе там международной Вот, и у него фирма хорошая, солидная Говорит, никаких проблем нет Ни с работой, ничего Ни с какими там визами Вот, ну, обменялись контактами Но он мне сказал, если, говорит, Казахстан Поедешь, надо будет что-то с Китая В Гуанчжоу Я гад организую У него действительно доставка товаров Отправка, молодец Очень много разного рода вида деятельности Вот, он говорит, а что я здесь гад ловит? Уже гад ловит там нечего Потому что работать, говорит, нельзя Прожив почти три года, человек понял Вот Второй Дмитрий У которого автосервис был В Самаре Поехал туда Вот Уехал туда Но жена и дочь пока остались в Анталии У них хорошая квартира Вот, но Тоже Отцам Он же там живет Но он отправляет, естественно, и в содержание деньги Семья осталась Он говорит, хорошо зарабатываю Россия, говорит, намного все дешевле, говорит, чем в Турции Вот И говорит Уже купил себе машину хорошую Ну, правда, говорит, китайская, но, говорит, хорошую, представительскую Вот У него автосервис, там тоже клиенты идут, говорят, работа есть, деньги есть Вот такие вот дела, ребятки Вот Я вот, знаете, что подумал Видимо, я оптимист по жизни Неисправимый оптимист Я и из России уехал тоже Когда мне уже было 53 Когда мне мои друзья предлагали 20-30 лет назад в Америку, Европу Я говорю, нет, все нащитяг, все нормально Вы еще сами сюда приедете, ко мне будет Ну, да, оказалось так, что Но потом после 53 я уехал Ну, получили и гражданство, и все Вот После таких мучений Унижений Оскорблений Запретов Ну, вот Но Я сейчас начинаю понимать, что вот Сегодня я разговаривал с соседом турком Человек тоже пенсионер, возрастной Ну, как возрастной, тоже под 60 лет ему Он, говорит, сейчас, говорит, наши люди истинное свое лицо, говорит, показали Не только к иностранцам по отношению, но и, говорит, своим же Мы, говорит, сами себя готовы сейчас за денег Вот Это и разборки между квартирантами этими И квартирантами с датчиками Готовы за деньги грызться до конца, чтобы побольше, побольше Сейчас арендовать здесь квартиру дороже, чем в Европе Он сказал У него родня большинство живут в Европе Вот Он говорит Дороже, чем в Европе И жизнь дороже, чем в Европе Вот такие вот дела, ребята Вот Дима говорит Вот, который Самары Я, говорит, за климата, говорит Просто, говорит А потом, говорит, понял, что основной климат, так говорит Это Работа Права Вот Ну, как иностранцы не имеют права ни на работу Даже открыть счет сейчас И это Вот Как видите, я вам выставляю вот эти вот Душераздирающие истории Короче говоря То, что происходит Люди остаются Один на один со своими проблемами Детьми Детьми Туда не знают, что делать Советы людей спрашивают И таких Очень каждый день Много-много-много-много-много Ребята Вот так вот Климат Одно И, как говорит Поет Долина Самая главная Погода в доме Вот Да Все красиво И фонтаны И цветы Все красиво Но Вот По отношению к работе Работа Содержать себя Вот Деньги Цены Все вместе Короче говоря Сейчас люди уже Как будто С цепи сорвались С цепи сорвались Готовы друг друга сожжать С чем это закончится Понятия не имею Но Нигде Ни хорошим Это точно нет Вот Хорошим точно нет Хорошим Это не закончится Я сразу хочу сказать Вот Я сейчас начинаю понимать У меня знакомые Турки Есть Которые жили Живут Норвегия Германия Я вам же помню В отеле показывал Уже 50 лет там Они мне кое-что сказали Не хочу это озвучивать Он говорит Нас не любят Я говорю Почему Мы говорит Вот такие вот Мы Вот хитрые Мы говорит Вот такие вот Я говорю Ну здесь же Подожди Говорит Как Тяжелые времена Настанут Они покажут себя Хотя Такое тяжелое время Никакого Тяжелого времени Нет Просто С цепи сорвались Как будто Контроля над ними Нет Никакого Понимаете Никакого контроля Нет Что хотят То и делают Друг 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 Это Проведет Очень Большим Печальным Последствием Вот Я сразу Хочу сказать Вот Ребятки Я Обалдел У меня Два Хороших Закадышных Друга Уже Нет Остальные Тоже Один Два Остался И все И это Тоже На чемоданах Хотя Это люди Не совсем Бедные Не совсем Глупые Не совсем Такие Какие-то Шарики Нормальные Люди Они говорят Нет Для иностранцев Здесь Да и для своих Здесь Жизнь Жит Все Вот Так Вот Очень Тяжелая Стала Жизнь Ребята Очень тяжелая Вот Такие Дела Дорогие Мои Всех Вам Благ Санкары Ваш Покорный Слуга Ахмед